Спорт массы, а Сидоровки благоустройство. Еще в мае здесь приступили к строительству тротуаров и велодорожек, которые должны соединить этот поселок и ГЭС. А теперь до одного из самых старых районов набережных Челнов добралась и республиканская программа. Накануне здесь открыли сразу два новых спортивных объекта. Перед официальными речами инспекционный рейд, чтобы оценить выполненные работы и выявить недостатки. Знаков нет. Обязательно сюда надо живого и спящего полицейского поставить. Надо определиться, чтобы уже вопросов не было. Ладно, все равно летают. Нам тогда, получается, надо и там, и там тоже делать. Да, где прямые выходы есть, сейчас народ пойдет. И, Елена Владимирович, надо сделать как? Вот я как говорил, вот эти выходы есть с комплексов. Обязательном порядке эти выходы должны быть оформлены пешеходными дорожками. Туда же положить спящие полиции широкие. Пешеходные переходы приведут в соответствие в ближайшее время. Но у местной детворы не такой критичный взгляд, как у городоначальника. Поэтому новый спортивный игровой островок в родном поселке им однозначно пришелся по душе. В Сидоровке не так много мест, где можно отдохнуть. Здесь можно кататься на роликах, на велосипедах. Можно просто покататься и заниматься спортом. Откачали, лазинок и других элементов городка детей теперь не оторвать. Все новое, яркое и интересное. Езди, выпустить парк. Очень здорово. Для ребятишка очень хорошо. Пусть побольше таких будет. Нам был необходим этот уголок. Сейчас мы будем уверены, что наши детишки найдут, где заняться, чем заняться. Даже вот здесь мы играем как-то. Детишки тянутся сюда. Конечно, хотелось, чтобы было побольше для малышей что-то. Какие-нибудь горки, конечно, были бы еще у нас. Что-нибудь детское, для возраста 3-4 годика. А так нам очень нравится. Спасибо. Помимо детского городка, в поселке Сидоровка открыли и две спортивные площадки для занятий футболом, волейболом и баскетболом. Эти объекты перейдут на баланс управляющей компании. А за их функционирование будет отвечать одно из учебных заведений, расположенных поблизости. Елена Портнова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.